Всем здорова народ, вы на канале Bublik Channel и сегодня мы продолжаем играть на МТА провинция. Я вернулся после 30-дневного бана здесь. Я считаю, что все-таки тот бан был... Это вентилятор. Да, не обращайте внимания. Я считаю, что тот бан, который мне дали, был, скажем так, нечестный, потому что там была явная провокация на нарушение. Я нарушил, я согласен, что нарушение было, но все-таки после определенной провокации. Ну, сейчас не об этом. Во-первых, после бана мне пришлось обновить свой дом. Почему? 30 дней прошло, я не платил за хату все эти 30 дней. И из-за этого, из-за того, что я не платил за свой дом, он ушел в гос. На самом деле, я насчет этого не сильно расстроился. Почему? Потому что... Ну, все равно я хотел переезжать в Приволск. И вот у меня выпала такая возможность. Вот так. После того, как он ушел в гос, мне пришли мои бабки за этот дом. И я еще с банка взял чуть-чуть, и купил себе уже хату в Приволске. А, хату... Это сейчас было очень сильно, на самом деле, конечно. Ну, крутой чувак, я понял. И че? Че тебе надо? Бабки мне дать хочешь? Ну, давай. РП, РП, РП. Опусь. Зил, окно. А, ну ладно, так тоже можно. Ну, нет, так нет. В принципе. Надеюсь. Далее. Я купил хату, я поездил вообще очень быстро. Я пытался найти более обменять дешевую хату. Я нашел за 320 тысяч хату в Приволске. Да блин. 1200, отца хрени. Ненавижу. Пластер за эту стоимость. Я... Еще должен кое-что отключить. Все. Включился, да. А... А... Кстати, вижу. Сильно. Проезжай, проезжай, не ссы. Опять тысячи. Да вы гоните три... Я пересаживаюсь. Не-не-не, в жопу, в жопу, в жопу. Я на нем не буду кататься. Где вы, 14-е? 3000 рублей. За что? За что? Просто... А, я купил эту хату... Да, местоположение, конечно, не очень. Такой же жопе мира. И хата не самая прикольная. Ну, 9 этажей. Там или и тоже есть. Прикольно. Реализованы. Я здесь поставлю свой ластер. Не знаю, кто здесь живет. Но... Машина тут ничего не стоит. Поэтому... Включаем фары, выходим, ставим на ручник. Закрываем. Респауним, открываем. И идем, садимся в тачку, которая... Так быстро не ломается. Мне не так дорога стоит ремонт. Вот это моя ласточка, если что. 0,05. А... Купил я эту хату. В банке у меня еще лежат деньги. Еще там вроде 460 где-то тысяч осталось. 40 тысяч у меня на руках. Надо искать работу. Надо сейчас покататься чуть по городу. Посмотреть, что изменилось. За эти 30 дней, которые у меня тут не было. Я думаю, мы еще поедем на работу. Не уверен, конечно, можно. Как и не опасно выезжают. На работу. А! Чуть не забыл. Самое так классное. Изменили работу таксистом. Это прям... Ну, прям топ. Реально топ. Возвращаемся обратно. Мы едем работать таксистом. То есть, реально стало очень интересно. Очень. Мы сейчас даже, скорее всего, на Лангстер поедем, потому что там стоимость поездки будет выше. Пронесло. Ну, я вырулил, как обычно. В чем прикол? Теперь. В работе таксистом полностью изменился ход. Когда вы вызываете такси. Сейчас я все покажу. Приедем сюда. Таксопарк. ППАТП. Смотрите. Вот, допустим, мы пишем колд такси. Честно. Вот. Посмотрите. Здесь мы выбираем точку, куда мы хотим ехать. Мы можем выбрать также попутчиков, которые будут с нами ехать сюда. Расчетная стоимость поездки 700 рублей. В километрах. То есть, если это далеко, вот, допустим, мы выберем мирный. 2 километра, 1200 рублей. 1 километр, 300. Что-то как-то много здесь 1 километр. Ну, короче, если мы увеличиваем, комфорт будет 1900. Стоит бизнес будет 3600. Стоит 3 километра. Все правильно. Вот так вот это все интересно работает. Теперь сообщение водителя. Также можем отправить сообщение водителю, которое ему сразу появится. Указать на карте, если нам это не надо. Ну, короче, это интересно. Но, теперь, наконец-то, стало работать интересно с самим водителем. Нажимаем на двоечку. И ждем вот здесь клиента. Ну, что, ребят, спустя почти 15 минут свободной езды я все-таки смог взять заказ. И сейчас я еду к нему. Виктор Меламед. Или Меламед. Мухамед, короче. Едем к нему. Он заказал такси. Реально, ребят, работа невыгодная. Буду сразу сказать, потому что время, которое мы тратим на то, чтобы просто хотя бы поймать этого клиента, очень высоко. Очень велико. Правильно я буду сказать. Тратишь время и потом просто... Короче. Не рекомендую работу таксиста. Все-таки это не самая прибыльная работа. Так, чисто, знаете, покататься, попрекался. Если вы не хотите где-то 100% работать, прям, вы просто можете взять работу таксиста, кататься, вы там за кассу раз сели, поехали. А так, именно, как-то, постоянная работа нет. Ну, вы на этом не заработаете просто денег. Да, вы будете уходить постоянно в плюс, но очень медленно. Это, я говорю, 15 минут, я сидел, ждал. И там были заявки. Даже через чат можно это увидеть, что были, но я тупо не успевал их брать. Как чат открыть? Я забыл, как открывается чат. Ладно. То есть... Сейчас мы к нашему ребят... Ребятежку, что? Короче, сейчас мы к Виктору подъедем. Посмотрим, куда он хочет. 38 тысяч у меня. Посмотрим, сколько я заработаю с его заказа. И стоило ли мое ожидание того. Пока что, мне кажется, что нет. Бомж какой-то. Здравствуйте. Молчи его в какой-то пассажир, может, не пишешь, что-нибудь. Так, ему нужно в банк. Приволк. Ну, это я фигню вообще заработаю. Очень мало будет. Он мог быть дойти. Ого. И здесь до сих пор ромсятся. Прикиньте, вон, Бейха еще подъехала. Бейха. Бейха еще одна подъехала. Сунофа пошли. И? 195 рублей. Ну, в принципе, расстояние вообще фигню. А, я еще в автошколу. Окей, жду. Давайте к тому, что, подожди, съезди. Мне, конечно, этого сказал, что я его подожду, но... Я надеюсь, что его недалеко везти придется. Ему все равно заказ придется делать, когда ему придется сделать заказ. Как я тебя заберу оттуда, э? Что за бред? Мне же нужно вставать сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы далеко, конечно, заказали. Чего? Не, ничего, спасибо, до свидания. Ничего не понял, но было интересно. Возвращаемся к тому чуваку. 323 рубля. Блин, я только сказал, что это неприбыльное занятие. Я уже за несколько минут штукарь заработал. Ну, хотя, да, это не особо выгодно. Даже штукарь. Так. Бомжик, ты выходишь? Нет? Что, он идет? Я тут стоять вечно не собираюсь до следующего заказа. Открою машину. Так. О, Артем. Я не успел принять заказ. Я вот нажал, но он все равно не успел. Был бы вот сейчас кто-нибудь прям, знаете, далековато, чтобы вот, допустим, там, из Жуковского в Евске было бы расстояние, чтобы его привезти было бы круто. Стоп, что? Как откричат. А, вот. И 8. Ну, я так и думал. Кто мне там сказал, что он меня сейчас придет? Виктор Миламет. Миламет. Я не знаю, кручка. Я ограничитель поставил по скорости. Сошибись, вот потыкал здесь все и вся. Так. Следующий заказ. Когда у нас будет? Следующий заказ. Давай. Давай, 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 давай. Ну, уже. Ну, уже. Во, 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 во. Данек Кинга. Вот сейчас нормально пошло. И то я 15 минут не мог взять, а сейчас прям вообще идет так идиот. Поехали к Даньку. Классная башка. Так. А он у нас где? Он у нас в пиццерии. Желтый. На желтое проехал. Желтый, как говорится, можно. Блин, на красный прыгнул. Ну, это сейчас случайно. Не выходи, не выходи. Я к тебе сам подъеду. Зачем ты выходишь? Садись, садись. Открыто. Так. Нам надо... О, нормально. Не, нормально реально ехать. Автошкола Приволж. В Приволж добавили автошколу. Ого. Ого. Сейчас было сильно. Сам Субаре подъехал сзади, пристроился. Блатной, да? На красный едешь. Ну, ничего. Все блатные. Так. Ну, я все красные собираюсь. Не знаю, как мне так ездить. АФК. Чувак, АФК ушел. Кстати, АФК-надписера еще не было. Очень интересная тема. На желтый. Не успею. Успел на желтый. Ну, что? Сколько нам бабок дадут? А? 95 рублей нормально. Спасибо огромное. Не, не что. Всего доброго. Ну, что, ребят. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.